Отгадайте загадку и вы узнаете тему сегодняшнего занятия. А вы знаете, цветы небывалой красоты могут лепестки сложить и мгновенно в воздух взмыть. Что за цветы летают? Как их называют? Бабочки! Их же они красивые, эти летающие цветы! Большие, как ладонь взрослого человека и маленькие, как ноготок ребенка. Пестрые, рябенькие, одноцветные, яркие, дневные и серые неприметные ночные. Все они привлекают внимание и удивляют и детей, и взрослых. Очень нежные и уязвимые, лишь дотронешься до крылышек, и на пальчиках останется разноцветная пыль. Это чешуйки с крылышек. Без этих чешуек бабочки быстро погибают. Но польза от бабочек не только в их красоте. Бабочки опыляют растения, перенося пыльцу с одного цветка на другой. Я хочу вас познакомить с бабочками, которых вы встречаете в саду, в парке, возле дома. Капустница. Белая бабочка с черными пятнышками. Она очень любит нектар одуванчика. А называется капустница, потому что бабочка откладывает свои яйца на капусте. И развивающиеся гусеницы питаются листьями капусты. Лимонница. Так называется благодаря своей окраске ярко-желтого цвета. Сложив крылышки на цветочки, она похожа на маленький лимончик. Яркая бабочка с рыжими, оранжевыми крылышками, с разными пятнышками. Это крапивница. А так называется, потому что свои яйца бабочка откладывает на листьях крапивы. Бабочка павлиний глаз. Эту бабочку легко узнать по крупным пятнам на крыльях. А пятна очень напоминают глаз или павлиния перо. Это махаон. Бабочка из большого семейства парусников. На задних крылышках у нее отличительные хвостики. По ним вы ее и узнаете. Голубянка. Эта бабочка поменьше других. Может быть нежно-голубого, сиреневого и даже фиолетового цвета. Давайте повторим этих бабочек еще раз. Капустница. Лимонница. Крапивница. Павлиний глаз. Махаон. Голубянка. Я хочу вам рассказать сказку о дружбе цветка и бабочки. На клумбе распустился цветок. Он манил всех своим ароматом, яркой окраской. К нему прилетало много гостей. Но с одной бабочкой цветок подружился. Прилетая, она всегда рассказывала ему новые истории. Все, что видела, все, что слышала. Цветок, затаив дыхание, слушал ее истории. Качал бабочку на своих лепестках. Угощал пыльцой, нектаром. Всегда с распростертыми лепестками ждал свою подружку. Бабочка по многу раз в день прилетала к нему с новостями. Но однажды, когда бабочки не было рядом, к цветку подошел мальчик и захотел его сорвать. Цветок сжался, задрожал от страха и попросил не срывать его, а вместо себя предложил мальчику поймать свою красивую подругу. Мальчик согласился и побежал домой за сачком. Вернувшись, он спрятался и стал дожидаться бабочку. Вскоре она появилась в небе. Она летела мимо. Цветок широко раскрыл лепестки и воскликнул. Бабочка, лети ко мне! Я тебя жду! Мне нужно сказать тебе что-то очень важное! Как только она подлетела к цветку, тут же оказалась в сачке. Бабочка металась, билась крыльями, и ей удалось вырваться на волю. Мальчик рассердился, отбросил сачок. Взлетев высоко, бабочка оглянулась и увидела, что от удара сачка цветок сломался. Он без движения лежал среди травы. Мальчик ушел. А бабочка еще долго сидела рядом со своим сломанным другом и горько плакала. Говорила, это я! Это я виновата! Это из-за меня тебя сломали! Прости меня, друг! Прости меня, цветочек! Вот такая сказка о дружбе и предательстве. Я бы хотела, чтобы вы с родителями поговорили о том, что мы все хотим иметь настоящих, верных друзей. А всегда ли мы верны? И не предаем! В творческой части занятия я предлагаю нарисовать бабочку с помощью кляксы. Вам нужна бумага, кисточка, водичка, акварельные краски. Сложите бумагу пополам, раскройте и на половинке поставьте две кляксы. Можно любого цвета. Закройте. Хорошо-хорошо пропечатайте. Раскрывайте и увидите, что получилось. Бабочка! Дорисуйте тельце, головочку, усики. Можно добавить на крылышках разные пятнышки. А вокруг красивые цветы, траву. Фантазируйте, творите удачи! Субтитры создавал DimaTorzok